приветствую вас дамы и господа в этом видео снова пойдет речь про коллаборацию игры мир танков и группы ария произошла вообще невероятная ситуация которая может произойти только в нашей игре в какой еще игре продаваемый набор в котором уникальный экипаж группы ария не подходит к уникальному танку с которым они вместе продаются это же просто невероятно ну как так ну как же в мире танков могло такое случиться никогда такого не было и вот опять оказывается там радиста не хватало а если одного члена экипажа его специальность переобучить на другую специальность то озвучка идет по одному месту перестает работать невероятно непревзойденная вообще просто шокирующая ситуация очень редкая слава богу в течение одного дня члену экипажа поменяли специальность и все заработало как надо и теперь 24 января когда вы начнете получать свои наборы которые вы купили все будет работать нормально хорошо что в лесте фиксики работают очень быстро и быстро все пофиксили даже до того момента как она вышла на основные сервера и теперь когда вы 24 января скачайте установите новый патч 124 и с первым входом в игру получите свои наборы если вы их покупали то все будет нормально и озвучка экипаж и танк хотя там в скобочках нет станком все нормально не будет или будет не знаю покатаем узнаем я купил себе этот объект 703 вариант 2 феникс честно говоря уже немножко подушивает эта ситуация с этим танком то что он на супер тесте был с одними циферками а на релизе получается то что получается и так что у нас было на супер тесте теперь про танчик поговорим альфа была 320 на релизе имеем 300 перезарядка было 85 на релизе на секунду меньше 9 и 5 сведения было два с половиной на релизе 2 и 8 орудия вниз опускалась на 7 градусов теперь на 5 разброс был 038 становится 04 максимальная скорость была 46 вперед 16 назад а теперь 38 12 мощность двигателя было 960 становится 840 и удельная мощность была почти 17 становится 14 так еще и хп 1500 было становится 1400 как ужасно прям на релизе прям в момент когда танкисты собрались это все покупать у них прям в руках уже пока практически вот уже в ладошечках танкистов в 1 в одной ладошечке нас тарелка оливье во второй вот этот вот танчик феникс и прям в руке понерфился танк и сидит танкист думает покупать или не покупать что она страшненькое теперь какое-то но благо у нас есть предзаказ и вы можете купить и сидеть ждать и ничего не получить может быть кто-то докупит ведь сейчас же никто не может его покатать и показать вам а танкист уж хочется купить вижу новый танк уже хочу а никто его не показывает потому что это предзаказ его ни у кого нет вот это беда такое ощущение что это предзаказ на лохачество закинули приманку и сидим ждем какой лох попадется но я допустим первый я уже купил первый лох нашелся ждем следующих так ли это на самом деле настолько ли танк ужасен мы это узнаем 24 января когда выйдет патч и мы сможем на этом танке покататься ну как я уже его купил я по-любому его покажу но я в любом бы случае купил любой call который продается чтобы его вам показать тут как бы без вариантов я ваш личный лох покупатель который вам все показывает но знаете в чем прикол в том что его понерфили примерно до циферок двустволки с альфой у нас есть еще объект 703 вариант 2 не феникс а просто обычный и у него 122 миллиметра пушка там хуже точность хуже даже чем понерфленная точность у феникса там хуже сведение даже понерфленная там еще и хуже мощность двигателя и удельная мощность на двухстволки с альфой у нас удельная мощность 12 а на фениксе 14 все потому что там мощнее двигатель то есть получается что у нас на понерфленном фениксе лучше точность лучше сведения лучше удельная мощность стабилизация 0.12 это у нас на фениксе она до стоки у которой пушка 122 миллиметра альфа 400 там стабилизация очень хорошая но я цифры честно говоря не помню единственное что у нас хуже это альфа и в принципе все дпм одинаковый пробитие основным снарядом почти одинаковое но у феникса чуть чуть больше там на пару единиц а вот специальным снарядом на 5 пробитие лучше у двустволки с альфой а у феникса на 5 миллиметров хуже получается что у нас сопоставимые танки по параметрам плюс минус но так выглядит по цифрам но от альфы играть легче и орудие вниз опускается на 5 градусов и там и там но на большой пушке понятно почему за что мы мучаемся там офигенная стабилизация альфа хорошая и пробитие нормальное там вообще принципе на нем три отметки брал на обычной двустволки с альфой хорошие там я вообще не целился не сводился никогда это нафиг не надо было там невероятная стабилизация еще есть такой альфой единственный минус в танке по факту это увн а здесь альфой 300 тоже 5 градусов и здесь непонятно ради чего ты мучаешься там альфа а тут наоборот ее нет компенсация в том что немного точнее орудие сведения чуть лучше а зачем оно нам надо если стабилизация хорошая и там и там на мой взгляд здесь не должно быть 5 градусов здесь реально должно быть хотя бы 6 а лучше как и было 7 бог с ним что понерфили остальные циферки поскольку мне кажется с теми цифрами которые были изначально это был самый максимально допустимый вариант танка перья паные очень сильно поскольку если сравнить с той двустволкой с большой альфой то он гораздо сильнее во всем был и в дпм и в сведении и в точности и очень сильно в скорости во всех параметрах был лучше намного лучше заметнее прям даже понерфили эти циферки некоторые стали такие же а некоторые чуть чуть лучше но это уже почти незаметно и вот увн и одинаковые я честно говоря не понимаю там огромная пушка ну две пушки точнее там понятно 5 градусов тут маленькие двые палочки два дрючка а увн и такие же не понимаю но мне кажется хотя бы 6 градусов должно быть в общем и целом посмотрим на этот танк когда он уже выйдет 24 января я вам его покажу и мы все сделаем выводы пишите свое мнение в комментариях с вами был арчи карать красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачного дня и пока